Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня вам последний эскиз, сотый из того челленджа, о котором я заявляла, 100 эскизов FVD. Уже два года я рисую эскизы, показываю вам, рассказываю, что и как этот челлендж подходит к концу. Это последний эскиз этого челленджа. Не отчаивайтесь, я сделаю новые челленджи, буду показывать вам, как рисовать эскизы, рассказывать, что есть, какие обновления, как что делать, показывать другие программы, работать в иллюстраторе, потому что я его тоже обожаю. Это не значит, что я заканчиваю со своим каналом, это не значит, что я заканчиваю с тем, что вам буду показывать. Просто вот именно тот проект, который я задумала, 100 эскизов FVD, это 100 видео о том, как рисовать эскизы в Adobe Illustrator. Я считаю, что это просто бомбезно, просто круто, оглядываясь назад, и смотря на них, я понимаю, что проделана фантастическая, большая, классная работа. Они все здесь, они здесь все в этом плейлисте, они в бесплатном доступе, вы можете их смотреть, вы можете мне писать какие-то комментарии. Я всегда отвечаю на те комментарии, которые вы пишете, стараюсь их учитывать и показывать, так что мой большой двугодичный путь вот именно этого челленджа завершается. Я начну что-то новое, буду тоже это делать и показывать, и это вау. И последний эскиз я выбрала тоже мужской, и это будет мужская куртка, стеганая, достаточно сложный эскиз, но я уверена, что он у нас получится. Единственное, что я сделала, я вытащила из другого эскиза номер 40, где я рисовала кожанку, молнию с отстроченным сразу кармашком, для того, чтобы этот элемент использовать, потому что мне действительно понадобится молния, мне будет так удобнее, если это у меня уже будет. Шаблон найдете по ссылке под этим видео. А мы с вами начинаем. Очень торжественное и радостное настроение, честно, прям. Я когда начинала, я даже не думала, что у меня получится, и на протяжении двух лет, каждый вторник, публиковать видео, рисовать, показывать, блин, это так здорово, я в восторге. И я спасибо вам за то, что вы были со мной, за то, что вы все это смотрели, все это делали, и продолжайте. Это не значит то, что если я закончила писать именно этот челлендж, он закончился, нет, он продолжается для вас. Вы можете вступить в него в любой момент и начать тоже, например, каждый вторник за мной повторять эскизы, рисовать какие-то свои. Нарисовав 100 эскизов, вы действительно поймете многие аспекты, как и что делать. Очень вам рекомендую. Ну, а мы возвращаемся к нашей куртке. Я беру инструмент пером. Итак, новый слой. Начнем. Давайте, пожалуй, сначала. Так, что мы будем делать? Почему я выбрала именно этот эскиз, наконец? Потому что действительно достаточно сложная история, и я хочу прям, уж простите за такую подробность, поизвращаться. Давайте приступим. Куртка это у нас верхний слой, соответственно, облегание у нас, конечно, какое-то будет. Сейчас достаточно много таких очень облегающих вещей, но в данном случае все-таки не до конца. Так, здесь у нас будет резинка. Мы сейчас все подрисуем. Не самую короткую, хотя бывают такие пуховички, ультралайт, вот то, что типа Юникло делает, очень легкие, очень комфортные. Но в данном случае мы говорим не о них. Почему я сказала, что буду изгаляться? Потому что пуховик это, конечно же, стежка. Сейчас я нарисую основные контуры и буду показывать все аспекты, которые я буду с ним вообще делать. Будет интересно, будет сложно, будет интересно. Я сама, если честно, немножко боюсь, получится у меня сразу так, потому что у меня есть только задумка, которую я нарисовала в карандаше, а вот не отрепетировала я ничего. Сразу рисую. Сейчас посмотрим. Я уверена, что все получится. Рисую основные контуры. Мне нужно их наметить. Воротничок стойка у куртки. Без капюшона. Здесь вот легкая выемка. Вот. Это основной контур куртки. Соответственно, у меня будет стежка двух типов. И вот так вот будет куртка разделена. То есть вот эта верхняя часть, она будет отдельно. Сейчас я ее отделю. Отделять буду при помощи инструмента. Вот так вот, видите, разгруппировать. Так, нет, мне так не нравится. Давай сразу две. Вот, вот так разгруппируем все. Это отдельно, это отдельно. Как не отдельно? Нет, разгруппироваться неправильно сделалось. Мне так не нравится. Давай еще раз. А, вот она не соединялась. Сейчас мы ее соединим. Должна соединиться. Так, соединить. После этого теперь все разрезаем. Вот. И теперь должны получиться отдельные части. Да, вот видите? А вот эта часть не совсем коренькая. А, вот эта лишняя. Сейчас мы ее уберем тогда. То есть вот эту часть, просто то, что там получилось, на стыке какая-то, вот она не нужна. Вот, у меня все получилось. Теперь, когда мы говорим о стежке, вспомните, как гусенички выглядят, да? Они же неровные. И вот здесь я тоже хочу показать эту неровность, то, что она у нас будет. Вот у нас наша куртка, вот она у нас наша основа. Соответственно, здесь, вот в этом моменте будет стежка. Вот такими объектами. И что я сейчас сделаю? Я сейчас их расположу. Так. Нет. Ctrl-R в линейке, чтобы четко прям попасть вот так. И Ctrl-D, D, 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 D. То есть я весь мой объект сейчас разобью на эти штуки и буду, уберу. То есть он весь такой состоит из кусочков. Мы оставили единый цельный в основе, да, я его не убрала. Но вот это все состоит из кусочков. На что я хочу обратить внимание? Вот здесь, для того, чтобы полностью воссоздать эффект, я буду делать сейчас выпуклость. Выпуклость будет зависеть от того, насколько у меня большой пух-пакет внутри. Да? То есть насколько много. Но вот этот вот эффект гусенички, он будет достаточно важным. И мы его сейчас с вами сделаем. Делать его я буду вручную. Поэтому куртки... Вот у меня тоже когда спрашивают, а сколько стоит эскиз рисунка? Стоимость отрисовки эскиза. Вот вы поймите, пожалуйста. Даже вот те, кто занимается отрисовкой и те, кто заказывает. Стоимость эскиза будет зависеть от труда затрат. Одно дело, я вам нарисую футболку за 20 минут. Если нужен принт. Принт это отдельно по цене, стоимость разработки. А другое дело, я буду очень бережно, очень аккуратно работать с эскизом верхней одежды. Ведь эскиз верхней одежды не закончится на вот этой прорисовке. Если я буду делать эскиз для того, чтобы он был произведен, я буду рисовать, как он смотрится внутри. Какая там подкладка, какие там карманы, какие там цвета, какие там отделки, какие бечки, какие молнии. То есть это будет занимать достаточно много времени. То, что я здесь показываю, это упрощенные варианты отрисовки. То есть как бы базовые варианты отрисовки. Я не показываю рисунка спинки практически ни в одном эскизе. Во всех эскизах обязательно должен быть рисунок спинки. По-другому у вас ничего не получится. Это очень-очень важно. Поэтому такие моменты нужно обязательно помнить и учитывать. И если вы заказываете сложный эскиз, то и цена у его разработки будет другая. Просто в силу того, что человек, который будет этот эскиз выполнять, будет тратить намного больше времени на его исполнение. Не потому, что он такой меркантильный, а потому, что его работа стоит денег. Он этому учился. Это не так просто. Это требует времени. Это требует навыка. Серьезного навыка. И если вы хотите получить хороший результат, то нужно это ценить. Если вы хотите получить как пойдет, то в чем тогда проблема. И теперь то же самое я сделаю с рукавчиком. Но с рукавчиком у меня будет немножко другая история. Дело в том, что вот такие штуки, которые я здесь сделала, они, конечно, замечательные. Они мне подойдут. Вот так. Вот. Они у меня вот здесь будут. И я бы хотела, чтобы они совпадали. Поэтому, смотрите, сейчас два рукава поставлю. И сделаю, чтобы совпало. Вот. Видите? Одна совпала. И при движении вниз совпала бы вторая. Так. Вот так. Вот. То есть одна, вторая, они у меня совпали. И сейчас еще третью точно так же размещу. Это будет, ну, как бы красиво смотреться, чтобы оно вот так совпадало у нас. Так. Три штуки. И рукав. Идите сюда. Вот. А дальше я хочу сделать внизу опять две большие штуки. Вот так. А вот здесь более мелкие. Вот этот фрагмент сделать... Сейчас еще одну большую. Вот. А фрагмент, который вокруг локтя, сделать маленькой. Мелкой такой отстрочкой. Вот так. То есть, по сути же, это мы с вами выстрачиваем. Да, на любая может быть. Так. Угу. Вот так. Вот. И все. Теперь вот это разрезаем. Лишнее убираем. Такая штука получилась. И теперь... Угадайте, что. Да, вы правильно все угадали. Начинаем делать такую же ерунду, как и тут. Только теперь в более маленьком формате. Аккуратненько делать выпуклости. Ну вот, после некоторого количества сил и времени у меня получается вот такая штука. То, что мне, собственно говоря, нужно. Я хочу ее сейчас слить. Вот здесь, видите, у меня есть какие-то пробелы. Сейчас мы это все минимизируем. Вот. Ну, просто немножко времени нужно потратить на то, чтобы оно у вас получилось. Это не страшно. Просто чуть-чуть терпения. Помню, когда я только начинала рисовать эскизы, мне всегда это очень бесило. Почему так долго? Почему столько времени? Ну. Так. Все это сгруппировать. Теперь это все так сверху. Ну, и смотрите, какая прелесть. Так. Единственное, что я хочу сделать, отойти немножко от шаблона и вот эту часть вот так вот наклонить. Мне тогда будет лучше видно. Поэтому у меня будет отхождение от шаблона. Хотя, наверное, зря я это делаю. Нет, не буду этого делать. Давайте я залью все это белым цветом. Будет лучше понятно, что я нарисовала. И вот эти моменты сейчас я вам покажу. То, что у нас сделано, мы будем с вами потом, я сейчас могу показать просто пример, заливать градиентом. Градиентом радиальным мы будем заливать и очень-очень мягким, чтобы он вот так вот не светился, как сумасшедший, да, а чтобы была прям такая мягкая-мягкая штучка. Тогда будет полное ощущение того, что у нас с вами там объем. Видите? То есть получается как будто бы объемный. Естественно, каждый кусочек можно настроить отдельно. И он будет смотреться более как бы вот цельно. Здесь у меня будет, соответственно, в другую сторону вся стежка. Но я ее не буду делать кусками. Я ее буду делать именно просто линеарной, потому что она не будет таким большим объемом. Так, сейчас. И она будет более частая. Делаю и нажимаю Ctrl D. Теперь сейчас мы линии с вами подкорректируем под нужную высоту. С шифтом я их корректирую. Вот такая стежка будет. Почему делаю все на половинке? Казалось бы, странно, да? На самом деле совершенно не странно, потому что она будет, куртка симметричная. И все, что я здесь делаю, оно потом автоматически у нас отразится и туда. На вторую сторону, соответственно, одну сторону настраиваем, получаем две. А это, как говорится, очень удобно. Так, вот так. Так, хорошо. Теперь вот здесь сделаем снизу резинку, которую мы не дорисовали. У меня сейчас настройка стоит толщина 0,25, если я не ошибаюсь. Сейчас мы ее на единичку поставим. Да, вот на единичку. И, в общем-то, основа у нас с вами готова. У меня есть вот такой, я уже показывала, кармашек, взятый из другого эскиза. Он мне тут будет очень полезен. Сейчас мы его по размеру подгоним. Сразу со строчками совсем. Вот сюда мы его с вами и поставим. Вот так, под наклоном. И нам нужен цвет основы. Вот так вот. Вот такая штука здесь у нас получилась. То есть это куртка с молнией. Что все на своих местах. Теперь все вот это мы с вами рассеркаливаем по центру. Вот у нас получилась двойная куртка. И молнию. Нам нужна эта молния. Вот мы ее вот так сюда ставим. На самый-самый верх. Монтаж на передний план. И сейчас вот эти точки просто захватим и продлим. То есть она хорошо сделана. Она и под строчкой хорошо сделана. Уже проработанный кусочек. Вот. И мы будем теперь ее тянуть. Не захватила одну точку. Сейчас. Видите, одну точку не захватила. Вот эту. Вот. И теперь просто вот это все тянем вниз. У меня все пропорционально удлиняется. Мне нужно ее просто дотянуть. Таким образом, это то, о чем я всегда говорила. Что если у вас уже есть база. И у вас оно все сохранено. Вот в 40 эскизе я рисовала все. Вот, пожалуйста, она у меня вот такая прекрасная. Уже вся. Здесь есть. Вот. Наша с вами курточка. Более такая сложная. Более интересная. Чего мне сейчас не хватает. Я бы сделала заливочку вот здесь вот такую. Да, действительно будет более интересно. В таких эскизах. Здесь я бы сделала тоже такую заливку. Что неплохо делать в таких эскизах. Вы берете весь эскиз целиком. И у него делаете общий контур. Он тогда будет более цельно смотреться. То есть вы его целиком весь сливаете. Получается вот такая ерунда, да. Вот здесь у нас плечики немножко не состыковались. Сейчас мы вот эти дырки все уберем. То есть я сейчас просто солью еще раз, да, чтобы дырки убрались. Они нам не нужны. Вот. Просто за такими большими кусками их закрываем. Можно их, конечно, удалить. Ну, лучше вот так закрыть просто их. Вот. Теперь все это вместе выделяем. Сливаем. И назначаем толстенький контур. Вот 1,5 будет хорошо. Или 2. В зависимости от того, насколько у вас эскиз позволяет. Назначаем какую-нибудь красивую линию. И вот этот весь контур ставим поверх эскиза. Если вот эти штуки смущают, их надо убрать. Их надо просто вручную вот так вот проработать и убрать. Именно точки убрать, которые лишние, которые вот не дают. И поставить это поверх эскиза. Эскиз будет собираться и будет смотреться более цельно. Такие приемы делают. И вот, видите, он должен стоять всегда сверху, этот контур. Это как бы завершающий такой фрагмент. И он как бы его объединяет, делает его более цельным. И даже в черно-белом эскизе, чтобы показать вот эту всю красоту, да, я сделала. Можно добавить тени. Хотя здесь уже и так все достаточно хорошо. Но можно вот здесь вот добавить тени. И тени лучше добавлять тоже вот с этими вот скривульками, да. То, что вот так вот они идут. Вот она вот, каждая тенюшечка, она вот здесь вот будет прыгать, да, по каждому вот этому отстрочечке, что она вот так вот. И здесь тоже вот ее вот так показать. То есть тоже тенью дополнительно обыграть, что все здесь не просто так. А вот, да, та же тень, вот эту вот всю. Не обязательно прям вот жестко по ней идти, да. Но вот какие-то большие кусочки желательно отфрагментировать. А вот тень. А, еще я не сделала. Сказала, что все, на самом деле не совсем все. Вот здесь тоже сейчас такую большую тень дадим. Рисую на отдельном слое, поэтому не цепляю ничего из основы. Я хочу сейчас основной эскиз поправить тоже немножко. Нарисуем только с одной стороны тени. Вот она у меня такая тенюшечка. Непрозрачность ей дам. То есть, ну, она в целом будет задавать вот эту вот такую вот ребристость. И можно ее вот сюда тоже распределить. И сделать ее немножечко полегче по цвету. Вот так. Вот, видите? И куртка еще больше заиграла за вот этим всем. Что я забыла? Ну, бывает у меня такое, я забываю. Мы с вами вот здесь должны были нарисовать манжет. А мы его взяли и не нарисовали. Вязанный манжет, который как раз будет защищать нас от ветра и всего остального. Вот. А будет он у нас ровно вот такой же. Потому что здесь резинка и здесь резинка. То есть, это то дополнение, которое у нас есть. Можно его сделать резинкой, можно оставить равномерным. Потому что очень часто используется такая плотная рябана. И на ней, по сути, не видно, какая она. Вот. Ну, и давайте мы попробуем сделать вот эту всю красоту, которая у нас получилась. Мы ее сейчас сольем. Сгруппируем в единый слой. Вот. Прибавим туда еще тени, чтобы они у нас все вместе были. Вот такой эскиз. Очень красиво, очень достойно все это получается. Так. И я сейчас поменяю цвет градиента. Зайду внутрь. Давайте сделаем синий. Вот у нас цвет градиента. Сразу смотрите, что получилось. Ай-яй-яй, получился. Да. Притом полный. Цвет сделаем более такой темный. Видно все, да, по цвету. Так. Немножечко сейчас его откорректируем. Люблю, когда синий идет не из фиолетового, а из голубого. То есть, такой вот он. Вот. И теперь нам нужен оттенок вот здесь вот прям отрегулировать. То есть, он не должен быть вот прям вот яркий-яркий, да. То есть, у нас должна быть вот эта легкая градиентная игра. То есть, смысл именно в этом. То есть, вот здесь можно еще чуть-чуть темнее сделать этот цвет, чтобы он вот усилился. Но тогда вот аккуратнее с этим. То есть, это должны быть такие полутоновые истории. Тогда они будут красиво смотреться. А что нам здесь надо? Вот здесь наши тени с вами отыграют хорошо, которые мы добавили, да. Они будут нам очень красиво все дополнять. Но их нужно сделать обязательно темно-синими. Иначе они будут серить, и эскиз не будет так глубоко смотреться. Вот смотрите вот так. И сейчас мы непрозрачность немножко поддернем. Они будут поярче. Здесь у нас же с вами цвета должны быть тоже синие. Хотя, вы же понимаете, что у нас может быть color blocking, и этот цвет будет другим. Сейчас давайте мы вот так сделаем. Вот так. И можно здесь сделать тоже градиент. Но при этом градиент не радиальный, а линейный. Вот эти штуки. Тоже сейчас из градиента вытащим цвет. Более темный. Вот так. Можно его еще затемнить. И сделаем его вот так. Все на градиентах сейчас сделаем. Все на градиентах. Все будет градиентом. Так, и вот теперь очень аккуратно приблизим вот эти части. Кстати, они могут быть неожиданным цветом. Они могут, например, стать ярко-салатовыми. Тогда будет ярко выделяться на куртке вот такая салатовая отстрочка. Так тоже делают. Можно сделать ее просто спокойно синим, чтобы она не выделялась. Ну, в общем, синий-синий. Можно сделать светлым цветом, голубым, чтобы выделялась. То есть вот эти вещи молнии могут быть акцентами. То есть вы просто выбираете ту молнию, которая вам нравится, и делаете ее акцентно. Я вот так ее оставлю. Вот. Вот у нас темно-синяя куртка получилась. Вот так вот она смотрится. Ну и как вы помните по другим эскизам. Вот у нас все есть. И мы можем теперь через перекрасить графический объект прям целиком попробовать подобрать другой цвет. То есть важно проработать одну какую-то цветовую гамму. И потом можно уже выбрать... Ну, давайте какой-нибудь хаки сделаем. Тоже надо очень аккуратно, чтобы вот эти вот белесости, которые есть, они у нас с вами себя аккуратно вели... Нет, вернись. Сейчас сброс сделаем, мне не нравится как. Вот в цвет хаки такой сейчас пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Еще, еще, еще. Вот так вот. Снизу. Во. Вот. И можно в дополнительных параметрах. Вот этот цвет очень яркий получается. Вот мы его сейчас пригасим. Видите, какой оттенок получается? Он сразу... И вот этот цвет, его тоже можно чуть-чуть пригасить. Вот оно начинает играться. То есть... Здесь вот регулируете и уже получаете. Мне не понравилось как получилось. Сейчас еще раз перекрасим. А вот сюда. Во. Вот так. Можно сделать двойной клик. Можно выбрать все градиенты вот эти, да. И вот здесь просто вот этот цвет дополнительно еще как-то вот его подредактировать. Такая у меня получилась зеленая куртка. Ну, можно сделать черную. Черную просто, ну, не так интересно рисовать. А так вот у меня вот такая голубая и синяя куртка получилась, конечно, в белом цвете. Почему я не хочу рисовать черную? Потому что в белом цвете она смотрится максимально интересно. В синем она тоже как бы смотрится. А вот уже даже в зеленом она пропадает. Так что давайте я зеленую дарю. Мне не очень нравится. Будем считать, что у нас два цвета куртки. Вот такой финальный штрих, финальный аккорд. Помучились, порисовали эти пухпакеты, сделали. Можно еще тут всяких и тенюх, и всего остального при желании сделать. И насытить там и капюшонами, и всем остальным. Вы большие молодцы. Спасибо вам за ваше внимание, за то, что вы смотрели этот челлендж. Он был вам интересен, вы его комментировали. Продолжайте смотреть. Если вы только начали изучение иллюстратора, и вдруг оказалось, что вы смотрите именно это видео, а я вам говорю, что все закончено. Ничего для вас не закончено. Вы прям открываете с первой эскизы, начинаете все отрисовывать. У вас все классно и здорово получится. Просто я завершаю проект по отрисовке 100 эскизов и начинаю новые проекты. Скоро я вам расскажу, какие и что. Вы сможете посмотреть на видео. Мы все равно остаемся с вами. Я буду делать новые видео, готовить их и публиковать. Мы с вами не расстаемся, не пропадаем. Лишь вот этот проект. Вот они 100 эскизов. Вам в пользование. Рисуйте, смотрите, повторяйте. Я сюда постаралась вложить много информации для того, чтобы вы могли использовать. Все шаблоны, которые я использую, есть у нас на сайте. Ссылка есть под этим видео. Я преподаю курсы. Ко мне можно прийти. Я там даю рабочие файлы. Я там с каждым студентом наношусь и пестуюсь. И там делаю домашние задания. Проверяю их. Смотрю, как что. Там даю всю обратную связь. Но для вас есть вот этот классный большой формат, где вы можете все взять, посмотреть, даже задавать мне вопросы, на которые я отвечаю. Всем большое-большое спасибо. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Я всегда безумно за это благодарна. А на этом все. Остаемся на связи. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok